Сделать выборы честными, чистыми и прозрачными. Это основная цель совершенствования избирательного законодательства. На круглом столе заслушали экспертов, депутатов Народного хурала Бурятии, от всех парламентских партий и, конечно же, членов избиркомов всех уровней. Вопросов предостаточно. Коллизии в законодательстве налицо. Есть достаточно распространенные примеры коллизий. Например, у нас есть федеральный закон об общих принципах местного самоправления 131 ФС, который устанавливает порядок, например, образования избирательных округов. И он говорит о том, что при образовании округов на уровне муниципальных образований недопустимо, чтобы в составе представительного органа района были представители более чем двух пятых от одного поселения. То есть это дополнительное требование к норильске округов, чего не устанавливает федеральный закон. Соответственно, вот эта коллизия, она на сегодня так и остается в правом поле. Также отмечено, что на сегодня недостаточно отрегулированным остается предвыборная агитация в интернете. В частности, на страницах социальных сетей. Порой она вообще никем не контролируется. По всем крупным вопросам выборов, депутаты Народного хурала намерены выйти с законодательной инициативой, в том числе в Государственную Думу России. Мы должны сделать какие-то определенные выводы, наметить те пути решения тех проблем, которые сегодня существуют в избирательном законодательстве, дать рекомендации для нашего республиканского законодателя, чтобы внесли те изменения, которые сделают выборы более чистыми, честными, прозрачными, состязательными. Ну и те изменения, которые мы не можем внести на нашем республиканском уровне, мы передадим федеральному законодателю для дальнейшей работы в Государственной Думе. На круглом столе приняли ряд рекомендаций органам власти, депутатским фракциям и партиям для совершенствования законодательства по проведению выборов и референдумов. С одном Ирденеев, Евгений Павлов, Новости дня.